Недавно мне человек написал комментарий о том, что вот правда ли, что в Соединенных Штатах 45 миллионов человек настолько не в состоянии заработать на жизнь, у них возможности заработать на жизнь, что правительство вынуждено их, значит, там фудстэмпами обеспечивать, талонами на питание. Он слово фудстэмп не употреблял, но мы с вами знаем. Вот как вы скажете, вот так плохо в Америке, что 15% населения не могут заработать на жизнь, нет возможности? Это даже не так. Просто фудстэмпы дают людям, потому что страна добрая, богатая и огромное количество социальных сервисов. В программе фудстэмпов нет ничего плохого. Во-первых, на этой программе очень много студентов, и мы знаем, насколько это им важно. Боже, я первый раз слышал про студентов. У нас такое паласи в штате Орегон о том, что если это фуллтайм студент, и он имеет work-study программ, то work-study это когда они работают на свой кампус и чуть-чуть там зарабатывают. Они могут в офисе. Вы не говорите про иностранных студентов, да? Про любых. Это не играет никакой роли, конечно. То есть даже иностранные студенты... Лишь бы этот человек был легал. Он должен быть просто легал. А я вот слышал, что иногда и многие нелегалы получают фудстэмпы. Допустим, мама с детьми нелегальная. Они могут получать в том случае, если часть членов семьи легалой. То есть, например, дети родились в Америке, они получают фудстэмпы и welfare. Родители ничего не получают вообще, но за счет того, что на детей идет какая-то денежная помощь, они, может быть, где-то на плаву какое-то короткое время. Но они все работают по-любому. Либо они работают на кэш... То есть, я понял. А если он родился здесь, он уже как бы легальный и, соответственно, ему положено... Конечно. И вот это, собственно говоря, система welfare. Потому что люди говорят, что нелегалы получают... Легалы не получают ничего. Мало того, если это даже выигрывается, они выбрали грин-карту и они приехали в наш штат. Я не буду говорить о других штатах, Ольга. Они не могут пять лет ничего получать. Никакого welfare. По этих welfare, а фудстэмпы? Ни фудстэмпов. В Калифорнии можно с первого дня и welfare и фудстэмпы. А у нас строго. У нас пять лет нужно прожить. И если они пять лет не прожили... Но их дети идут совершенно по другой программе, даже если это грин-картники. Даже если дети родились за пределами. Даже если они родились за пределами. Там немножечко другие условия. Уже для детей как бы особую льготу. Чтобы не голодали. У нас немножко социализм в Орегоне. У нас там такое количество социальных программ. Я работала какое-то время на штат и поэтому я с этим сложнулась. Хорошо. То есть все-таки. Но вот люди работают, да? Люди работают. Почему даже работающим людям иногда дают фудстэмпы? Что это? Дают фудстэмпы, потому что очень высокий вот этот вот порок, да? Бедности. Порок бедности, да. Это просто мы богатая страна и все. Вот это единственное, этим объясняется. А вы так можете сказать, на вскидку, сколько семья из трех человек должна получать, чтобы все еще иметь право на фудстэмпы, например? У меня, я не помню эту табличку, она у меня лежит в офисе. Мы там смотрим на это все. Ну, грубо говоря, так. На трех человек, наверное, они смогут получать, даже если у них 30 тысяч доход. Вау. Ага. Это? Я думаю, да. Какой-то фудстэмп они будут иметь. То есть не полную сумму, но... Да, может быть не полная сумма. Но фудстэмпы у меня получает одинокая мама, моя клиентка, например, с тремя детьми, которая зарабатывает 10 долларов в час. Ну, это не много, это 20 тысяч год примерно. Да. Но поскольку она сингл-мам и у нее трое деток, то она будет долг получать. Так она может еще и деньгами получать, не только медицину бесплатную. Но. Ей кэш уже не дадут. Кэш там строго очень. Кэш, как только они зарабатывают часть денег, которое эквивалентно порции кэш ассистанс, кэш ассистанс снимается. То есть не то, чтобы люди, например, хотели бы заработать на пропитание и не могут, им поэтому дают талончики. Ну, есть люди, которые действительно не могут зарабатывать больших денег. Ну, не все же могут идти, например, в детей. А детей при этом 7 штук. Да, детей много. Значит, помощь будет. Собственно, почему так построено? Потому что эти дети вырастут и они будут другие. Они не будут сидеть на вэлфере. В большинстве случаев. Это как бы известно и государство это понимает. Многие говорят, что вот когда в 66 году Линдон Джонсон принес вэлфер для того, чтобы поддержать как бы афроамериканцев в Соединенных Штатах. Многие вообще коммунистом называют. И с этого момента уже третье поколение растет, которые никогда не работали. А они там в 16 лет начинали рожать. Есть такие generational welfare. Да, они начинали рожать. И как бы не успевали даже вот школу закончить. Потом снова начинали рожать, никогда не работали. Таких людей очень мало? Очень мало. То есть не то, что это вот какая-то... Это маленький процент. Они есть, они существуют. Я с ними работаю. И есть такая population. Но это не большинство. Это очень-очень маленький процент в общей картине. Орегон такой как бы белый очень штат, да? Да. В идентичном плане. Угу. То есть у вас нет проблем вот таких вот как Фергусон там, да? Я не думаю. Но вот живя в Орегоне, глядя из Орегона вот туда, в какой там штат, я не знаю, Луизиана или что там у них. Значит, вот что вы скажете вот о том, что там произошло? Полицейские там люди, протесты. В Сан-Франциско пошли что-то громить. В Лос-Анджелесе пошли что-то громить. Ну, это этнические конфликты. Они были, есть и будут. Просто их не так много здесь. Ну, не то, что у нас полиция отмороженная какая-то стреляет, не поймешь чего. Ведь на самом деле, знаете, что происходит? Буквально, я не хочу сказать, каждый день, но часто. Тут ребенка 12-летнего, у него там в руках какой-то шмайсер был, там, да, подделка. Ну, в школах есть, конечно, но потому мы об этом узнаем из телевизора, потому что это из ряда вам выходящая ситуация. Правильно? Если бы это было что-то рядовое, каждодневное, это не показывали бы в новостях. Правильно? Ну да. Поэтому все, что идет с медиа, это именно потому и фокусируется, что это редкое такое, вау, такое произошло. То есть, ну, бывают, конечно, бывают случаи. Мы каждый день, кто смотрит, я не смотрю новости. Я не любитель этого. Я тоже. Я смотрю портно. А, то есть, вы наш канал зритель. Я смотрю каналы. Слушайте, ну вот, с вашей точки зрения, вот то, как я американскую жизнь излагаю, это как бы правдивое и честное изложение или очень субъективный какой-то взгляд такой? Ну, тогда мы вместе субъективные, потому что это мое мнение такое же. То есть, вы разделяете? Абсолютно. Поэтому с удовольствием смотрю. То есть, это страна возможностей. Если человек хочет здесь сделать карьеру и жить очень хорошо, на это есть миллион-миллион возможностей. В любом возрасте, кстати говоря. Да. Выучить язык. Я всем своим клиентам, эмигрантам говорю, ребята, надо на это потратить ровно два года. Первый год это будет ESL, English Second Language, для того, чтобы вы выучили basic. И потом ENNL, English Non-Native Language, это второй левел. Такого я даже не слышал. Да. Это у нас такие корректикалыческие. И он дает все остальное. Он дает грамматику, он дает произношение, он дает достаточно vocabulary, чтобы общаться. То есть, вы считаете, например, что если человек приехал новый эмигрант, то вот ему надо ходить в колледж и учить там язык? Да. Я считаю нужно. Я знаю, что у вас немного членовое мнение по этому поводу. Безусловно, на работе поднимается разговорная речь. И очень много поднимается терминологии, когда человек работает. И я с этим согласна 100%. Так. Почему колледж? Потому что колледж имеет программы, у них куррикулы, и они учат такими chunks, они учат такими блоками, которые могут регистрироваться и запоминаться. И человек не впадает в панику. Потому что ко мне приходили люди и говорили в слезах, взрослые люди, что я сижу на кассетах, я сижу на учебниках, английский не идёт абсолютно, я учу его дома. И я вам говорю, пойдите в класс. Во-первых, вы начнёте понимать другие национальности, потому что в вашем классе будут сидеть самые разные люди. Вы начнёте наконец-то понимать... То есть, вы говорите о людях, которые вообще изолированы от всего? Ну да. Мы знаем, у нас есть такие русскоязычные семьи, они очень... Я-то на самом деле большой сторонник того, чтобы учиться всю жизнь. Я просто... Когда я говорю, что мне не нравится, что люди идут в колледж учить язык, я говорю вот в каком смысле, что они откладывают работу. Если бы они работали и ходили в колледж, я бы сказал, вот с них надо брать пример. Безусловно. Но есть полно народу, которые говорят, я вот первый год работать не буду, я буду в колледж, он туда ходит, он сюда ходит, он думает, что он очень умный, у него деньги есть. Сколько я видел народу, что вот он так смотришь, там приехал, там 150 тысяч, проходит год и нету. Ну конечно. Хотя мог бы три года прожить, и он думал, что он проживёт. Нет. И я за колледж, я против того, чтобы подменять работу вот этим. Конечно. Потом вот этот второй год ИННЛ, то, что мы называем на эти колледж, он подразумевает, во-первых, то, что вы будете выбирать профессию, то есть вам не дадут деньги на то, чтобы вы учили английский язык ради английского языка в community college. Никто не дадут. Это очень разумно, чтобы не пропил и не прокурил, а чтобы вот на еду потратить. Да. Там надо сказать, какой будет мейджор, что же вы будете брать, для чего вы берёте английский язык, для какой карьеры, для какой специальности. Потом у нас есть прекрасная сеть, то, что называется Career Pathways. Это такие Short Term Vocational Trainings. Очень похоже на это школу. А Short Term это сколько? От трёх до года. От трёх месяцев до года. Они при этом работают где-то, да? Они могут работать, у них есть internship, они проходят и иногда он бесплатный, иногда он платный. А какие-то, например, профессии вот интересные? А, у нас есть интересная профессия, называется Stereo Processing Technician. Что они делают? Они стерилизуют медицинские инструменты в госпитале. И это хорошо оплачивается, и эта работа такая complicated, потому что список этих инструментов огромен, их надо выучить, всю терминологию, и потом это всё надо закладывать в компьютеризированный такой. Долго учиться надо? А, 6 месяцев. А чего хватит там? А на старт дают, по нашим меркам, очень хорошие деньги, 15-16 долларов. Так. Это для оригинга очень хорошо. Хорошо, хорошо, да. Дальше, если вы хотите делать карьеру и получать уже большие деньги, это называется Surgical Technology. Так. То есть это люди, которые готовят комнату для операций, от и до, от пола до потолка. Но это не требуется иметь заранее медицинское образование? Абсолютно нет. 6 месяцев это Career Pathways, и потом до 2-х лет Associate Degree. И они все обеспечены работой. Ну, а это уже surgical audit, вот это, по чём вещи? Сurgical audit, ну там уже 20-25 и дальше. Ага. Слушайте, а это ребятам что-то стоит там учиться или это? Если вы бедный человек, независимо от того, вы иммигрант или вы американец, вам дадут financial aid. То есть надо потом вернуть или как? А, гранты. Почему? Community College покрывается Pell Grant, федеральный, и у нас есть штатные гранты, в том случае, если вы full-time student, если выберете 12 credits, то что у нас нравится full-time, тогда подключаются ещё штатные гранты и college имеет ещё свой. То есть, грубо говоря так, бедному дадут денег? Абсолютно. А если не такой бедный, то сколько будет? Я не знаю, какие ещё цены, интересно. Наверное, Community College на уровне 3000 the term, я так думаю. Окей. Где-то плюс-минус. Ага. Хорошо. Теперь, эти деньги не даются как бы, их не раздают, что можно положить в карман и пойти их потратить. Это невозможно. Это ваучер дают на какие-то сервисы? Это даже не ваучер. Это идёт по перечислению через financial aid. А, на college просто перечисляют. На college. И там эти деньги получают, просто оплата идёт через это. Человек, который прошёл эту программу, он должен потом на рынок сам выходить или его канцлеры куда-то распрещивают? Конечно, там есть офис, который academic career counseling office, и они будут помогать этому человеку. Но если студент говорит, вы знаете, мне не надо ваша помощь, у меня есть там или знакомые, или я уже после internship получил предложение старца. Мотокома. Я всех почти своих клиентов очень encourage, чтобы они шли на практику, на вот этот internship, на волонтеринг. И я знаю, что многие люди вообще без волонтеринга не попали бы, например, в медицинскую систему. Это то, почему мы это делаем. Я когда школу создавал 20 лет назад, это была часть плана моего. Это 10 лет занял, 10 лет ушло на то, чтобы выйти на такой уровень, когда ты можешь каждому дать internship. Но это изначально было частью плана. То есть я понимал, получил, получил это одно, но надо руками же поделать. Конечно. И после internship и стольким людям жизнь перевернули, в общем, в хорошем смысле. Конечно, конечно. У нас тоже самое. Разница только в том, что вы можете идти в любой hospital, и там есть volunteer coordinator, и прийти к нему познакомиться и сказать, что я хотел бы у вас волонтерить в вашем hospital. И с вами будет при скрине интервью, будут заданы вопросы. А почему вы хотите? Ну тут надо правильно, как вы готовите людей. Конечно. Надо сказать правильные слова об этой организации, и хотя бы знать их mission, и что они там, и кто они там, и так далее. Признаться им в любви и сказать, что я хочу у вас работать не потому, что у вас тут большие деньги, а потому, что у нас с вами общий интерес и так далее. Я говорю, я говорю, ваш mission, мне хотелось бы быть part of your system. Слушайте, а вот вы как человек, который… Первый раз видимся, вот там рояль в кустах не стоял, вот я сразу вам рассказываю. Да. Значит, вот когда мне говорят, а что самое трудное там в интервью, в прохождении интервью, я говорю, самое трудное быть самим собой, потому что мы все на самом деле очень хорошие, совершенно замечательные люди, когда мы сами по себе, когда мы начинаем косить под то, кто мы не есть, когда мы начинаем врать, когда мы на интернете что-то вычитали, как отвечать на вопрос. А это не твой ответ, а ответ другого человека. Конечно. И сразу фальш идет, и уже не важно, что ты сказал. Да. И… Очень правильно. Просто когда вы говорите, что надо там в госпитале сказать там что-то… Правильное слово. Не надо, правильно. Но надо это сказать искренне. Конечно. Я об этом и говорю. Конечно. Потому что это фальш, это вся видна сразу моментально. И нельзя никогда, мы знаем, в резюме нельзя описать никакую ложь. Можно очень красиво найти в своем экспириенсе то важное, что будет match на job description, правильно? Ну, я это… Не обязательно, чтобы была платная работа. Я это вот формулирую. Однажды, у меня там какой-то там день рождения был, и пришел парень творческий, какой-то такой адрес написал. И он это назвал так, что Миша, значит, там специализируется в… Как он сейчас скажет… В написании… В художественном резюме. Вот. Поэтому любую реальность надо подать еще тоже. Конечно. Creative writing. Конечно. Creative writing. Поэтому это должно быть твое резюме, но то, что мешает, надо убрать. То, что помогает, надо раздуть. Да. И очень многие люди, когда я резюме вот в процессе я им делаю, они говорят, боже, я только сейчас понял, кто я. Конечно. Потому что он просто не видел себя через вот этот фильтр. Конечно. Да. Конечно. Мы делаем все то же самое. Мало того, мы учим… У нас есть воркшапс, как делается резюме. И какие бывают разные виды резюме. А люди усваивают… Вот, грубо говоря, так. Если человек прошел воркшап, как делать резюме, он реально может что-то приличное создать? Мы просим, чтобы они сделали драфт. То есть черный вид. Драфт, да. И мне все равно, в каком он ужасном виде этот драфт, потому что дальше я буду его edit. Хорошо. И я его доведу до, конечно… Просто чтобы он рассказал, чего было, а дальше уже… Но мне надо материал, с которым я буду дальше работать. Да. Мы тоже самое им говорим. Сделайте. Да. И у нас не только резюме. Потому что одно резюме этого мало. Нам нужно, чтобы был cover letter. Обязательно. И чтобы их было несколько самых разных. Потому что это как horse and carriage. Они идут вместе у нас. В основном. Проблема в том, что… Я, например, не говорю им писать cover letter. Потому что cover letter надо писать под каждую работу. отдельно. А они не умеют. У нас такой немножко паттерн есть. Написать поганое cover letter – это хуже, чем никакого не писать. Ну, безусловно. В cover letter мы учим, чтобы написали то, что интересует эмплоера. Что такое cover letter? Да. И это интересует. Как вы узнали про эту работу? «Почему вы хотите именно в нашу компанию?» Это же надо ресерч какой-то. Естественно. Домашняя работа. И третий вопрос. Что у вас есть такое, чтобы мы могли вас взять к себе? Ну да. И чтобы это не было повторением того, что в резюме. Ага. И вместе с тем какая-то изюминка и какая-то живая такая вот душа должна проглядывать в этом cover letter. И чтобы нас интересовало… Знаете, есть такой анекдот, как на зоне администрация проводила игру «Поле чудес». Как? И выяснилось две проблемы. Значит, первая проблема, что некоторые из заключенных не знают алфавит. А другая проблема, что когда уже все буквы угаданы, многие прочесть не могут. Понимаете? Поэтому вы можете рассказать человеку про cover letter, но дальше он же должен написать это. Возьмите человека, который три месяца назад приехал из другой страны, и он, собственно, еще и там… Ну, для них это рано. Хавра не там пугается. Конечно. Пугается. Для них вот этот класс, который я учу, называется Work Readiness. И у меня очень интересный класс, потому что мы учим английский не со стороны грамматики и не со стороны правильного произношения. Это все не так важно. Да, абсолютно. Важно, как вы… Это survival. Как выжить и какие есть работы в Америке. Мало того, я по YouTube показываю training videos в моем классе. А, то есть вы оттуда берете какие-то? Конечно. Я показываю, как работает тот или другой. Там, допустим, как janitors работают. Как office cleaning. Как housekeeper в отеле. Как делаются Kentucky Fried Chicken. Ага. Страшно интересно. У меня весь класс сидел так. Обалдели. Потому что с какой скоростью это делается. Да. Ага. И какая-то тяжелая работа. Это физически тяжелая работа. Так у вас там в Орегоне нефти нет сейчас? Или газа? Нет. У нас есть Boeing. То есть Boeing – это как бы много налогов с него поступает? Я думаю, да. Intel, Boeing, Nike, Solar World. А я думал, что Boeing – это там, в Вашингтоне. Там есть, у нас есть. Так. Intel. Хорошо. Там в Intel много наших работает выпускников. Ну, не десятками, но есть. Ну, я думаю. У нас были ребята из тех краев. Да. И Nike. Еще один. Вот такой вопрос. Вы считаете… Можете ли Вы так сказать, положа руку на все места, которые соответствуют? Значит, что вот Орегон – это хорошее место, или скажем, Портленд конкретно. Это хорошее место для новичка. Вот выиграл человек грин-карту и не знает, куда ему ехать. Ну, поскольку, поскольку. Что люди хотят? Здесь нет плохих мест вообще, как таковое. Я согласен, да. Человек должен выбирать климат. Ну, в первую очередь, работа же, на самом деле. Климат можно потом улучшить. Ну, я не могу сказать, что у нас так легко прямо вот так с работами. Нет. Надо что-то сделать для того, чтобы взять эту работу. Совершенно без английского языка. Если у Вас есть какая-то network, если есть какие-то родственники или знакомые, которые хотя бы могут сделать вот этот первый степ, намного легче. Да. Велфер, безусловно, будет устраивать, потому что там полно программ, если человек через Велфер. Если это иммигрант приехал, естественно, его будут устраивать на работы в те компании, которые любят брать иммигрантов. Это как, например, кто? Есть processing, такие factories, которые, например, делают салаты. Вот как салат попадает в кулек. Режут зелень. Кто режет? Робот режет? Машина режет? Да. Кладут на конвейер травку, она режет и едет ее режет. Они, во-первых, это обрабатывают химикатами. Чтобы не портилось. Да. Там очень пахнет хлором. Ага. Не покупая даже хлор. Хорошо для новичка. Да. Но там берут людей абсолютно тех, которые очень-очень плохо говорят по-английски. Видимо, те, кто там начинает говорить по-английски, оттуда быстро уходят. Там сложно работать. Там холодно. Это ж холодильник. Там же ж все это... Что ж вы такой кошмар рассказываете? Well, такие работы есть тоже. Но туда люди тоже идут и они подают. И там что-то платят приличное? Ну, такие маленькие деньги, минимум wage. И если люди работают экстра часы, overtime, им платят больше. Если они работают выходные, им платят больше. Если они работают вечерние, ручные. Но там в основном кто работает? Мексиканцы? Кто там? Мексиканцы и русские, и американцы там работают. Почему нет? У меня среди моего кислоты есть американцы, у которых felonies, misdemeanors и прочие, прочие challenged ground. Я ребятам объясню, что misdemeanors – это такой тип хулиганства, наказуемое сроком до одного года. Felony – это когда сроком больше одного года. Это люди, которые, поскольку у них есть criminal record, то их не хотят брать на работу, что там делают скрининг. Их просто не берут. Да, но мы их устраиваем, а не вы. Вот на такие работы? Конечно. И на такие работы. И на лучшие работы. Потому что самое главное в этой ситуации – человеку показать, что он выучил, какой урок он выучил. Человеку-то ладно, а нанимателю-то каково? Нанимателю в этом тоже есть даже маленькая финансовая выгода. Они получают какие-то tax breaks определенные. И учитывая то, что таких людей достаточно много, им дают chance. Все идет через интервью. То есть не страшно? То есть можно нарушать потом, глядишь, что… Ну, это не самое лучшее. Я тысячу раз буду людям говорить ни в коем случае, потому что я видела поломанные судьбы из-за этого. Из-за глупости совершенно. Я тоже видел, да. Поэтому лучше этого не делать. Но нельзя же переписать историю, если уже человек сидит передо мной, и ему надо помогать, и это одинокая мать с детьми, либо это одинокий отец с детьми. И такое бывает. Либо семья. Либо семья.